Привет, ребзя! Тысячу лет мы с вами уже не виделись и я даже успел соскучиться. И знаете, что я для вас приготовил? Ух, вы такого, наверное, даже еще не видели. Топы игр на слабой ПК были? Были. Но во что же можно еще поиграть такого, что не нужно будет скачивать и даже устанавливать клиента на ваш слабенький ПК? Правильно! Играйте в браузере и играйте прямо сейчас! Если кто-то все еще думает, что браузерки – это что-то крайне убогое и страшное, то вы ошибаетесь. Играть не скачивая ничего можно и в хорошие красивые игрушки. К примеру, вот King's Road. Сессионная MMORPG с мега красивым дизайном и адски приятными анимациями. Браузерка уровня качественных клиентских игр. На выбор у нас три класса персонажа и самое приятное – мы не привязаны ни к одному из них. В любое время вы легко сможете сменить, к примеру, воина на лучника. Только нужно будет его немножко подкачать, увы, уровень персонажа с одного на другого не переносится. Возьмите в свои руки меч, да побольше, и идите разносить все в кровавые ошметки на своем пути. Это дорога короля и никто не должен стать на твоем пути. Но, допустим, стали мы королем, да? Но что же дальше? А далее вы должны слепить королевство чуть ли не из говна и палок и сделать его центром мира в игре Травиан. И вот когда вы достигнете максимального уровня, вы пройдете игру. Да, у этой игры есть логический конец в виде перезапуска сервера, но делает это не злой админ, а игрок, первым прокачавший свой город и ставший чуть ли не богом сервера. Подробный обзор смотрите у нас на канале, по ссылке в описании. Любители стратегий просто обязаны попробовать поиграть. Как и все фанаты шутеров, которые должны оценить следующую игру. Кранкер. Динамичный шутер с огромным количеством оружия, карт, режимов и черт знает чего еще. Удобная стрельба, быстрая скорость игры и огромный онлайн. Любители старого доброго квейка сейчас должны были пустить слезу глядя на темп игры, и пусть вас не смущает майнкрафтоподобный внешний стиль. Ничего общего между этими играми вообще нет. Кранкер это то, что должно быть в закладках у каждого любителя шутеров без исключения. Но, допустим, вы хотите одновременно и симулятор царя правителя и экшн рпг. Что же делать? Играть в Demon Slayer. Ссылка на обзор как обычно в описании, но если коротко, огромный мир накрылся медным тазом и спасти его можете только вы. Отстроите город и разнесите армию тьмы, угрожающую всему живому. Сам мир выполнен в лучших традициях старых игр, где вся карта окутана туманом войны и вы до последнего момента не знаете, что же там впереди, пока не пройдете лично весь путь от начала до конца. А далее без лишних прелюдий Dark Orbit Reloaded. Космосим с огромнейшим миром, тоннами мелких механик и огромным выбором космических кораблей со своими тонкими настройками. Как там завещал Гагарин, Бесконечность и далее. Безмятежный и бескрайний космос, скрывающий в себе сотни опасностей, врагов и приключений. Внимание, в эту игру очень легко залипнуть и даже не заметить как пролетит часа так два. Ходит кстати слушок, что Илон Маск именно после игры в Dark Orbit и решил покорять космос. Но кому не понравилась космическая тематика, но все же понравилась сама идея игры о бескрайнем мире, то разрешите показать вам Pirate Storm. Почти то же самое, что и в предыдущей игре, только в морском сеттинге. Пираты, морские чудовища, клады, красивые острова и неизведанные морские глубины ждут тебя. Отпускай бороду и строй из ванны свой первый боевой корабль, и кто знает, возможно именно ты сможешь стать капитаном черной жемчужины или найти Атлантиду. Но в следующей игре не ищите смысла или вообще какой-либо сюжет. Happy Wheels. Стройте свои трассы или уже используйте сотни тысяч уже готовых ранее другими игроками. Суть данной игры, если ее можно так вообще назвать, пройти трассу или выполнить требуемые от вас условия, но в 99% из 100 ваш персонаж разлетится на запчасти или же вообще до финала доедут только уши. Сотни способов всяческого извращения над игроком, десятки тысяч карт и море эмоций. Доступно все и сразу всего лишь в одном браузере. В свое время PewDiePie именно на этой игре и собрал огромную аудиторию. И если ты геймер и знаешь кто такой PewDie, но ни разу не играл в эту игрушку, быстро перешел по ссылке в описании. И вот Dragon Knight. Да, я когда-то давным-давно уже делал небольшой обзор на нее и ссылка на это видео есть в описании, если кому-то интересно. А для тех, кому не очень интересно, вот краткая инфа. Dragon Knight это браузерная MMORPG с пошаговой боевой системой и разветвленной системой прокачки персонажа и охрененным лором. Который, кстати, лучше чем сама игра и именно вот из-за него я эту игру и внес в данный топ. Хотите хорошую историю? Смело переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Не буду спойлерить, но там ближе к середине начинается такое эпичное дерьмо. В общем, геймплей на серединку половинки, а вот сюжет еще это вышка. Ну и в завершении, если вам вообще пофигу на то, что там происходит с сюжетом, вам нужно что-то, где можно пострелять. Вы фанат танков? То вот, танки онлайн. Десяток разнокалиберных танков со своими особенностями, несколько режимов игры, Team Deathmatch и захват точки. А чтобы было еще веселее, на арену выпадают бустеры, усиляющие ваше стреляющее корыто. Но, если вы даже среди ночи надрывно кричите, стиснув зубы, ВИТАЛЯ, есть пробитие, то данная браузерная игра прям создана для вас. И на этом все, у меня закончились браузерки, которые я бы хотел вам посоветовать, так что вот, отобрал самое вкусное и подал на тарелочке. Кто во что играл или собирается поиграть, пишите в комментариях, а я пойду делать новый топ для вас. И чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, теребите бубенчики, и на этом вот теперь все, удачи и пока.